Кадастровая палата и Росреестр переходят на новую форму работы. Единый государственный реестр недвижимости – база, в которой собрана вся информация о правах и сделках с недвижимостью. Какие меры принимаются в этом отношении, рассказал директор филиала Кадастровой палаты по Нижегородской области Оксана Штейн. В соответствии с планом мероприятий по повышению качества госуслуг в сфере государственного кадастрового учета недвижимого имущества и государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, В России создана единая учетно-регистрационная система. Основу единой системы составляют государственный кадастр недвижимости и единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним. До настоящего времени каждый из названных информационных ресурсов работал обособленно, но уже с 1 января 2017 года вступил в силу новый федеральный закон за номером 218 от 13 июля 2015 года о государственной регистрации недвижимости. Который предусматривает единый реестр недвижимости и единую учетно-регистрационную систему. В состав вошли сведения, естественно, содержащиеся до 1 января 2017 года в ГКН и ГРП, что позволило снизить риски операции на рынке недвижимости и повысить гарантии зарегистрированных прав. При подаче заявлений и запросов через портал Росреестр нет необходимости в личном присутствии заявителей в офисе приема. Стоимость электронных услуг ниже, чем при личном обращении, так как не затрачивается время на прием заявления. При запросе документов через портал Росреестр можно выбрать получение документов как в электронном виде, так и получение документов в любом офисе приема, выдачи филиала. Также хочу отметить, что с 2016 года в базе Федеральной кадастровой палаты создан и введен в эксплуатацию удостоверяющий центр. С 2017 года электронную подпись, необходимую для портала, могут получить абсолютно любые все желающие граждане, обратившись с заявлением на получение данной электронной подписи в филиал. Также в 2016 году продолжалась работа по взаимодействию филиала с многофункциональными центрами по предоставлению государственных и муниципальных услуг. На территории Нижегородской области государственные услуги по кадастровому учету, государственной регистрации прав, по выдаче сведений из ГКИ на ИГРП на базе многофункциональных центров являются одними из наиболее востребованных государственных услуг со стороны населения Нижегородской области. И оказывается во всех многофункциональных центрах, открытых на территории Нижегородской области. За услугой по постановке на государственный кадастровый учет земельных участков и объектов капитального строительства в 2016 году в многофункциональные центры обратилось более 60% заявителей. И этот показатель продолжает расти, что не может не говорить о том, что в многофункциональных центрах работают высокопрофессиональные специалисты, которые также оказывают и консультационные услуги, и оказывают всяческое содействие в вопросах по государственному кадастровому учету и государственной регистрации прав. В течение всего года филиал регулярно проводил обучающие лекции, рабочие встречи, семинары с кадастровыми инженерами, застройщиками, банками, органами государственной власти, органами местного самоуправления. На проведенных мероприятиях участвовало и присутствовало более 550 человек. Основными показателями эффективных данных мероприятий является снижение количества отказов и приостановлений, а также рост востребованности электронных услуг Росреестра. Доля принимаемых решений об отказе в осуществлении государственного кадастрового учета от общего количества заявлений за период с января по декабрь 2016 года сократилась с 17% в январе до 11,5% в декабре. Для филиала в 2016 году задачей номер один являлась подготовка к реализации закона о государственной регистрации недвижимости. Эта подготовка включала в себя комплекс обширных мероприятий. Большое внимание также в 2016 году было уделено подготовке кадров. В этой связи работники филиалов прошли обучение нормативно-правовых актов. Нормативная база, относящаяся к ведению единой учетно-регистрационной системы, включает в себя более полусотни подзаконных актов, а также разъяснения к ним.